Здравствуйте, уважаемые садоводы! Я приветствую вас на канале Природа Будущего. Всем нам приходилось наблюдать такую картину. В мае садоводы вывозят на дачу рассаду томатов. Загружают ее в электричке, а рассада выше самих хозяев. Имеет тоненький-тоненький стебель. Такую рассаду сложно перевозить, сложно высаживать на постоянное место. Но самое главное, от этих растений не придется ждать высокого урожая. Сегодня мы поговорим, почему это происходит, почему же вытягивается рассада, как избежать этого и что делать, если рассада все-таки вытянулась. Давайте разберемся, что происходит с тканями растения, когда оно вытягивается. Дело в том, что листья и ствол растения состоят из клеток при нормальном развитии рассады. Клетки овальной формы расположены горизонтально. При вытягивании растения клетки вытягиваются и располагаются вертикально. Естественно, что такое растение более ломкое и ослабленное. Так каковы же причины этого явления? Томаты на рассаду сеют за 55-65 дней до высадки на постоянное место. С пикировкой на неделю раньше. А высаживают на постоянное место, когда минует угрозу возвратных заморозков. Поэтому, если рассаду высаживать на постоянное место в конце мая-начале июня, то сроки посева на рассаду – это конец марта-начало апреля. Желание многих садоводов получить ранний урожай, а иногда и просто нетерпение, являются причиной раннего посева семян на рассаду. В феврале, а в некоторых случаях еще и раньше, в январе. Но в это время световой день короткий, да и интенсивность освещения низкая. Если они подсвечивают рассаду в это время, то из-за недостатка освещения рассада обязательно будет вытягиваться, что бы вы не предпринимали и чем бы вы ее не подкармливали. Оптимальная продолжительность светового дня для рассады томатов должна составлять 11-12 часов. Но даже при соблюдении сроков посева, когда продолжительность дня уже будет соответствовать этим параметрам, из-за слабой интенсивности освещения может также произойти вытягивание рассады. Если окна в комнатах, где вы выращиваете рассаду, выходят на северную сторону, то подсветка будет необходима. Следите также и за температурой воздуха. Высокая температура воздуха и низкая освещенность являются причиной для вытягивания рассады. Поэтому если рассада находится на подоконнике окна, выходящего на южную сторону, то в пасмурную погоду желательно снижать температуру воздуха или производить подсветку рассады. В домашних условиях регулируют температуру воздуха за занавеской обычно с помощью форточки. Но следите, чтобы не было сквозняков. Сквозняк или поток холодного воздуха может привести к гибели рассады. Но чаще всего причиной вытягивания рассады служит высокая температура в темное время суток. Растения тянутся к свету, которого не находят. Чтобы избежать этого, необходимо снижать температуру воздуха в ночное время до 14-16 градусов. Опять же, регулируя температуру с помощью форточки. Или, если позволяет погода, то можно вынести тару с рассадой на застекленную лоджию. Вытягиванию рассады способствуют и чрезмерные поливы. Тара для рассады обязательно должна иметь отверстие на дне для стока воды. Полив производит обильный, так чтобы земляной ком полностью был пропитан влагой. А вот со следующим поливом спешить не следует. Его необходимо произвести, когда земляной ком слегка подсохнет, но не пересохнет. Не следует забывать и о питании растений. От недостатка необходимых для питания элементов рассада вытягиваться не будет, но она будет слабая, иметь тонкий стебелек. Чтобы избежать этого, необходимо перед посевом семян подготовить грунт, внести в него все необходимые элементы питания, вовремя производить подкормки. Если вы избежали этих ошибок, то к моменту высадки рассада должна иметь не менее 7 листьев, толщину стебля не менее 7 мм, высоту до 25-30 см. Корни должны занимать весь объем посадочной тары. Такая рассада хорошо приживается и при дальнейшем правильном уходе даст богатый урожай. Ну а что делать, если рассада все-таки вытянулась? Конечно, если есть такая возможность, то лучше ее заменить. Но можно понять и желание тех садоводов, которые вложили свой труд, время, в нелегкое дело выращивания рассады, и расставаться со своим детищем не желают. Выход есть. Такую рассаду можно высаживать лежа. У меня, к сожалению, нет такой рассады, поэтому покажу высадку на примере этого куста. За день-два до высадки снимают все нижние листья, кроме верхних, 5-6. Выкапывают канавки, укладывают в них растения корешком на юг, оставляя листья на поверхности. Засыпают и слегка утрамбовывают. Вскоре ствол превратится в крепкий корешок, а верхушка выпрямится, и, имея мощную корневую систему, начнет развиваться. А я желаю вам вырастить хорошую крепкую рассаду, чтобы затем получить хороший урожай. Пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал «Природа будущего». Удачи вам и всего самого доброго!